Сегодня отец везет меня на урок плавания. Он что-то говорит, но я ему не отвечаю. В моем горле застрял комок отчаяния. Мне не выдавить из себя ни слова. Такое ощущение, словно в моей груди кто-то плачет. Отсюда мне слышно, как они смеются надо мной. Во мне пробуждается буря. Мои легкие наполняют бескрайнее море печали. Я падаю, я ныряю, и я уже не здесь. Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в новиночку, которая называется Ирис и Гигант. Ну что же, я немножко поиграл в нее. Прошел всего лишь 20% игры. Но она еще не вышла в системе полностью. Она как бы мне предоставлена на обзор для вас. Так что, друзья мои, поехали. Новая игра. Так, воспоминания. Две штуки это у меня есть. И подарочки. Поехали. Начинаем мы все равно с вами заново. Ирис и Гигант. Перевозчик через Стикс. Река, отделяющая реальное от воображаемого. Даже смешно. Я не чувствую больше страха, но я знаю, что я здесь, чтобы встретиться со своими демонами. Как играть. Ну я не знаю, друзья, стоит ли проходить обучение, потому что я уже его прошел. Ну, давайте, наверное, пройдем. Пока ты еще здесь, вот пара советов. Каждый ход ты берешь 4 карты и обязан сыграть хотя бы одну. Сыграй эту карту топор, чтобы атаковать всех демонов перед собой. Друзья мои, вот эта карта атакует ряд перед нами. Вот так. Карты меч можно играть вместе на одном ходу. Сыграй сейчас 3 своих карты меча. То есть, друзья мои, если у меня есть карты вот так вот, мечи, я их могу все отыграть за один раз. Поехали. Коснись лестницей, чтобы перейти на следующий уровень. Таким вот образом мы переходим на следующий этап. Коснись кристаллов, чтобы взять их. Они помогут тебе раздобыть особые карты. Собираем с вами кристаллы. Открывай сундуки, в них ты найдешь новые карты. Это действие не заканчивает твой ход. То есть, мы с вами просто открываем сундук и после этого можем еще сходить. Так, выберите два набора карт. Я выбираю, друзья мои, мечи и атакует трех врагов по прямой линии. Огонь. Ты можешь открывать сумки и проверить, сколько карт в ней осталось. Будь осторожнее, если сумка пустеет, ты проиграешь. Вот это все карты, которые в данный момент у меня находятся в сумке. Карты попадают в руку, я так понимаю, не рандомно. Каждый побежденный демон оставляет тебе одну звезду. Здесь показывается, сколько звезд нужно собрать, чтобы стать сильнее. Понятно. Также, друзья, у меня есть выносливость. Так, пропустим. Нет, не надо пропускать. Так, ну что, стать сильнее. Вот, друзья мои, как только набираем определенное количество звезд, мы сможем с вами изучить новые навыки. И последнее. Атаки демонов снижают твою волю. Если она упадет до нуля, игра для тебя будет закончена. Вот она, друзья, воля. То есть у меня два варианта погибнуть. Либо у меня кончаются вещи в сумке, либо у меня... Падает воля до нуля. Ну что ж, давайте, наверное, с вами вот так сделаем. Ой-ой-ой-ой, как больно. Уничтожаем с вами скелетов. Наша главная задача это добраться до лестницы. С этими можно даже и не драться олухами. Просто убиваем и бежим по лестнице на следующий этап. С каждым разом уровни будут все сложнее, все хитрее и так далее и тому подобное. Так, у нас сундук здесь, да? Давайте посмотрим, что нам предоставят. Мы можем взять с вами топор. Мечи. И опять же пламя. Я возьму пламя и мечи. Так, ну что, вот это, друзья мои, это Минотавр носит крепкую броню. Чтобы победить его, потребуются три атаки. Хм. Война, наверное, 24 для начала, да? Топором уберем первый ряд. Дальше Минотавр, Минотавр. Как бы мне теперь... Так, броню сняли, да, с него? О, теперь попробуем... О, вот так вот. О, вот и все. Мы получили, друзья мои, уровень. Ваши звезды позволяют вам улучшить свои личные качества. На каждом уровне два демона будут сильнее, но я получу три звезды. Плюс у нас сундук, который я могу открыть немедленно. Карты щит будут защищать меня три хода вместо двух. И я немедленно получаю щит на два хода. И я беру пять карт вместо четырех. То есть, я думаю, что вот это вот надо взять. Так, вот что это у нас за такое? Обрушивать на всех врагов гром. На всех врагов. Слушай, пока не надо. Мы оставим это на потом. Оно нам пригодится, поверь мне. Так, звезда. Вот это вот надо нам. Звездочку. Плюс еще сундук. Так, звезда нам дает прокачку скиллов. Так, мои стрелы расщепляются и поражают сразу двух врагов соседей. Эта способность не действует на врагов в первом ряду. Я могу сыграть все стрелы из руки. Кроме того, я получаю дополнительно по стреле в начале каждого уровня. Или же за каждые семь найденных кристаллов в моей руке появляется одна карта топор. Я думаю, надо брать вот это вот. Или же... Я могу сыграть все стрелы из руки. Нет, я, наверное, вот это вот возьму. Вот так вот. Открываем с вами сундук. И я возьму здесь мечи. И, наверное, восстанавливать волю. Так, друзья мои, ну что? Нужны нам эти кристаллы? Я думаю, нужны. Поэтому попробуем до них дотянуться. Мы можем уже убежать, конечно же, по лестнице. Да что ж ты будешь делать-то, а? Не дают покоя мне. В плане... Ты серьезно? А-а-а! Слушай, это вот этот, наверное, да? Кто он такой? Кнут этого бешеного быка возвращает к жизни поверженных скелетов. Нужно разобраться с ним как можно быстрее. Вот оно что. Вот оно что. Сейчас я с ним разберусь. Зря я только две молнии, да? Израсходовал. Теперь мол... А почему... А почему кота мы с вами не могли бомбануть, а? Так, забираем с вами осколки эти. Я думаю, что все. Побежали на лестницу. Это можно так бесконечно с ними драться. Это все просто мой сон. Бесконечный лабиринт моего воображения. Вывести меня отсюда способна лишь моя воля. Вот так вот. Опять же у нас тут сундучок. Мы видим... Ага, и ловушка. Капкан. Капкан, он сработает, если я подойду слишком близко. Поэтому его лучше... Вот так, издалека бомбить. Так, этот возвращает их жизни, да, у нас? Ну, я вначале возьму... Хотел взять клад, но применил магию. Ладно, ничего страшного. Так, ну что же. Улучшаем качество себе. Так, щит. Я получаю одну очку воли за каждого демона. Побеждаю с помощью меча, кинжала, топора или стрелы. Окей. Так, выберем, наверное... Выберем, наверное, с вами вот этот вот щит. Щит можно применять. Ох ты, воришка! Воришку нужно убивать в первую очередь. Потому что он ворует вещи из нашей сумки. Так, открываем следующий сундук. И здесь у нас... Я беру пламя. Вот этот кинжал убивает любого противника. Сразу же, с одного удара. Правда, насчет боссов я вот не уверен. Но можно... Нет, лучше я возьму стрелы. Вот так вот. Ну что, попробуем, наверное, вон тех, вон вдалеке, ушатать. Так, забираем с вами осколки. Здесь можно поджарить. Капкан! Сейчас капкан мне... Елки-палки, поздно заметил. Ну что, побежали, наверное, с вами по лестнице. Здесь все равно нам уже ловить нечего. Так, раз, два, три. На четвертый, да? С вами уровень поднялись. Так, здесь что у нас? Этот кот-воришка будет воровать карты из моей сумки. Нельзя подпускать его близко. Так, хорошо, я понял. Надо вот так тогда сделать. Ой-ой-ой-ой-ой, тут еще два воришки. Елки-палки, я даже не заметил. Так, минус. Все равно тырят, тырят карты, а? С ними нужно разбираться в первую очередь, друзья мои, с этими воришками. Так, выберите две карты, да? Я возьму топоры и я возьму пламя. Так, пламя я могу использовать сюда. Но тут броня. На минотаврах броня, да? И на скелете броня. Там тоже броня. Это у нас типа предбосик такой. Ладно, скинем броню, наверное, да? В первую очередь. И здесь тоже. Вот так вот сделаем. Ой-ой-ой-ой, а что он делает? Так, подожди, он что-то там... Этот скелет обладает страшной силой. Он позволяет моим врагам атаковать дважды. Поняли, да? В чем суть? В чем суть? Он будет... То есть враги будут меня два раза атаковать. Сейчас нам... Ой-ой-ой, мне нужно подкрепиться. Подкрепиться, друзья мои. Иначе мы с вами доиграемся. Так, восстанавливаем себе волю. И теперь вот так вот. За босика получили звезду. За демона. Так, ну что, я могу сказать тебе. Давай, наверное, вот так сделаем. Заберем звезду. Посмотрим, какие способности нам откроются. В начале каждого уровня я получаю две карты меч. И немедленно я беру их в руки. Так, а здесь? Если моя воля упадет ниже пяти, а у меня в сумке окажется карта уверенности, я немедленно возьму ее в руку. Это, кстати, неплохо. Вот, чтобы нам взять-то лучше, а? Я получаю две карты меч. В начале каждого уровня. Слушай, это круто на самом деле. Ну и вот это тоже неплохо. Уверенность. Ладно, я возьму, наверное, вот эту карту. Уверенность пока у меня еще есть. Так, ну что, атакуем, наверное, вот этих вот. А, первый ряд же я не могу, да. Понял я. Так, осколки. О, там сундучок. Слушай, ну сундук я должен обязательно забрать. Так, осколочки забрали. Слушай, я могу обворовать его. Так, получил лук. И открываем с вами сундук с сокровищами. Возьму пламя, пожалуй. И восстанавливает всю мою волю. Вот так вот. Ну что, побежали? Побежали с вами дальше. Ох, елки-палки, сколько тут противников. Если мне не изменяет память, вот эти скелеты несут бомбу. Их, если мы убиваем их где-нибудь вот здесь, да, они взрывают. Ну, сейчас увидите, короче. Так, давай, ага, у этого щит. Этот скелет прикрывается щитом, который защищает от всего, кроме магических карт. Это гром, огонь и бомба. Гром, огонь и бомба. Так, смотрим здесь. Берем огонь и возьмем, наверное, с вами лук. Вот так вот. Ну что? Мы можем с вами, наверное, как сделать? Вот так вот. Для начала. Получили уровень, да? Я получаю два очка воли за каждого демона. Так. Так, это понятно. На каждом уровне два демона будут сильнее. Это понятно. Карта щит. Дает мне три защиты вместо двух. И я, наверное, выучу вот это вот. Ах, хорошо-то как. Смотрите, что у нас тут происходит. Вот этих вот ребят надо взорвать. Смотрите, что будет. Бамс, отлично. Очень неплохо сейчас получилось. Капкан. Это не есть хорошо на самом деле. Ну что, этого придется уничтожать. Хочет этого или нет. Потому что Другими способами нам от него не избавиться. Так, тут у нас опять чувак с бомбочкой, да? Опять с бомбочкой стоит. Ладно, давай так сделаем. Отлично. Отлично. Очень хорошо. Так, Минотавр. Иди отсюда. Тоже иди отсюда. Ой-ой-ой-ой. Там у нас и скотки. А, капкан. Ты перепрыгнул, да? Молодец, красавчик. Что я могу тебе сказать? Так, давай вот здесь, наверное, сделаем. Ой-ой-ой. Это же воришка. Сейчас капкан по мне ударит. Так, дай-ка я обломки соберу. Вот так. Еще капкан ударит меня. Да что ж ты будешь делать? Так, это с бомбочкой. Может его не трогать? Ребят, давайте уйдем отсюда. Уже у меня и так мало оружия осталось. Да и... Воли слабовато. Так, что это у нас? Грустные скелеты. Я их вспомнил. Это плохо. Так, выберите. Выбираем. Раз, два. Что делает грустный скелет? Ну, сейчас, в принципе, наверное, покажут вам, что они делают. Так, во-первых, нам нужно снять броню. Хотя нет. Лучше мы с вами вот так сделаем. Так, минус грустный скелет. Так, это у нас, друзья мои, циклопы. Они неуязвимы, пока прячутся за свои вот эти вот камни. То есть, каждый второй ход он будет пытаться кинуть в меня свой камень. И когда он открыт, только в этот момент мы можем его бомбануть. Грустные скелеты тоже нам не выгодны. Так, у этого броня. Скидываем броню. Давай вот так, наверное, сделаем. Выносливость. Так. Открыл свои глаза, да? Открыл свои глаза. Так, давай-ка я возьму, наверное, здесь что-нибудь. Могу взять огонь и взять стрелы себе. Так, стрелы у меня есть, да? Поэтому атакуем. Вот так вот. Опять тут еще один циклоп. Этот ряд... Нет, мы пока так не будем делать. Вот так сделаем. А теперь бомбик. Сейчас валуны полетят в меня, да? Валуны в меня полетят. Что же нам сделать? Выносливость стоит ли тратить нам, а? Наверное, надо, да? На всякий случай, друзья мои, я это сделаю. Теперь попробуем с вами... А, я не могу обокрасть. Странно. Так, получили уровень. Я думал, что ее циклопа смогу обокрасть, но... Не вышло. После того, как я сыграю 12 карт, следующая сыгранная карта вернется в сумку. Так, ну, я даже не знаю. Свои личные качества. Ладно, давай выучим, наверное, с вами вот эту вот сумку. Опа, 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 циклопы выглянули. Так, ну этих надо минусануть. Отлично. Ой, ой, по семь. По семь атакуют-то, прикинь. Так, этого циклопа уберем отсюда. Заберем. Заберем. Подожди-ка, давай вот так делаем. Ага. Так, заберем с вами осколочки. Уровень опять получили, да? Вот, это хорошо. Ну что, наверное, возьмем с вами... Гром. Взрыв в форме креста. Проражает пять врагов. Если я попадаю под взрыв, то теряю пять очков воли. Слушай. Обрушают на всех врагов одного вида. Давай, наверное, я возьму все-таки гром. Я ведь могу только один, да? Один выбор сделать. Ну что, побежали с вами дальше. У нас сорок выносливости. Маловато. Ох, елки-палки. Что тут все в огне? Новые виды монстров. Это кто такой? Этот демон поджигает мои карты. Сыграв горящую карту, я заплачу за это восьмью очками воли. Ё-палки. Поджигает он мне карты. Так, ну, во-первых, откроем сундук. Берем с вами мечи и, наверное, выносливость. Так, друзья, нужно атаковать вот этих вот. В первую очередь. Воу. Хорошо-то как получилось. А это кто такой? Одна из голов кошмарного Цербера. По легенде, она отрастает обратно. Если только не... Что, если только не... Хм. Так, кинжал этой змеи может снизить мой максимальный уровень воли. А ее зеркало отражает магические атаки. Гром, огонь, бомба. Да ну! А, и как мне быть? Попробуем так, наверное, сделать. Ох! Ты, как же он бомбит. Так, ребят, я подкреплюсь. Что же мне сделать-то? Как быть-то? Убил, да? Убил. У меня еще два меча есть. Так, 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 так. Тут осколки. Осколки. Да зачем ты... Ой, там еще идет. Давай, наверное, я вот так вот сделаю. Что? Да какого лешего-то? Как же мне сделать-то? Может быть, вот так вот? Ой-ой-ой-ой. Друзья, что же они делают, а? Попробуем вот так сделать. Воу. Звезда мне выпала. Так. И мне на выбор. Смотрите-ка, что это такое? Мои стрелы расщепляются и поражают сразу трех врагов. То есть я могу задний ряд уничтожать полностью, да? Либо мне дают кинжал, который я могу метнуть в демона во втором ряду. В сундуках теперь на одну карту кинжала больше. Или же уверенность, которая превращается в карту пламя. Которую я могу сыграть на том же ходу. Вот это я, скорее всего, возьму. Друзья мои, тут воспоминания. Мне как бы их хочется взять. Я возьму их. Не знаю. Она со мной не разговаривает. Я не знаю, что происходит. Хочу ей помочь, но... Мне кажется, это я. Это я заблудился. Я так понимаю, это отец Эрис был только что. Ну что же, мы с вами переходим на следующий этап. У нас, слава богу, есть с вами воля. И это хорошо. И я слышу дождь где-то вдалеке. Или это стучат капли слез. Тоска лежит тяжелым грузом на моем сердце. Оу, куда мы с вами переместились. Так, грустные скелеты. Только их мне тут не хватало. Грустный скелет. Какой грустный скелет? Я сейчас заплачу. Не надо плакать. Ирис, не надо. Так, берем с вами топор и мечи. Топор сразу же вот так вот делает. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня, жалко, нету лука. Так, этот охламон там стоит еще. Угу. Так, ну с выносливостью пока все хорошо. Эта змея ворует карты. А ее оружие крайне опасно. Так, понял. Минусуем. Вот этих вот воришек нужно всех убирать. Оу, уровень получил. Отлично. Так, что у нас тут? После того, как я сыграю 10 карт, следующая карта сыгранная вернется мне в руку, да? Ну что же. Слушай, или нам волю прокачать? Нет, наверное, все-таки вот так вот сделаем. Тут еще воришка, вот он, да, стоит у нас. Тогда мы с вами делаем вот так. В плане. Который защищает его от всего, кроме магических карт. Ты понял? О-оу. Так, началось, короче, да? Веселье. Давай попробуем, наверное, вот так вот сделать. Украл не то, что нужно. Ага, можем вот так вот с вами сделать. Сейчас взорвется. Отлично. Здесь нужна магия, друзья мои. Здесь нужна магия, иначе я его не пробью. Как бы я тут ни старался. Да что ж ты будешь делать? Так, минус броня. Да не, меня сейчас только заб... Ага, вот. Вот что у нас с вами есть. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. В план... Ёлки ты! Этот хонорик, он же восстанавливает всех. Господи. Как же я его не увидел. Это стрелок, да? Ну, давай. Я даже не знаю, друзья мои. Так, каждый ход... Код выпускает в меня стрелу. А это... Четыре демона вокруг этой летучей мыши. Неуязвимы! Это вот это... Вот это вот неуязвим... Ёлки ты палки! Не было печали, друзья мои. Что ж ты будешь делать-то, а? Да как... Как мне быть-то? Я... Я не знаю. Во-первых, мне нужно что-то стырить. Или бомбить. Так. Минус. Выносываюсь у меня... Ага! Слушай, ну они неуязвимы. Неуязвимы, это может быть вот так вот только взорвать, если их... Давай вот так, наверное, сделаем. Теперь-то уязвимы. Да, теперь уязвимы. Теперь броня еще у них пошла. Ты посмотри. Смогу я? Ага! Не смог. Я думал... Стырить вот так, вот так. Меч забрал. Слушай, нам нужна выносливость, ребят. Потому что... Могу сейчас... Через пару ходов, если мало ли там... Какой-нибудь выкрутас будет. Надо дуплимся мы тогда с вами. Ну что? Этого я, наверное, уничтожаю. Этого тоже. Что, карты? Где карты? Вот, карты пришли. С этими бесполезно. А нужна магия, друзья мои. Мне не хватает магии. Чтобы вот их подбить. Там два сундучка с сокровищем у нас. Вот. Вот. Уже хорошо. Сундучок. Нет, нет, нет. Не надо, суды. Почему? Почему все мои сокровища взорвались? С какого вдруг перепуга-то? На, получили все. Капкан, только... Почему капкан-то остался в живых? Так, тут что? Придется два раза бомбить, да? Раз. И опять капкан сработает по мне. Да, он сработает сейчас. В лицо прилетит мне капкан. Я давай посмотрим. Что? Что? Это такое-то мимик. Да, тут еще и ловушки всякие есть. Когда я доберусь до... Что там? Когда я доберусь до лестницы, то смогу подняться на следующий уровень. То есть это лестница, да? Вот этот уровень, который сейчас был, это просто жесть какая-то. Так, один скелет всего лишь. Что-то как-то вот эти ямки мне... Все мне нравятся. В чем подвох? Этого демона одолевает непомерная грусть. Нужно постараться не подхватить ее. Так, ну арфу я подобью. Я, правда, не вижу никакого демона здесь. Если честно. Что? В чем подвох? Ха. Ну атакуем, да, наверное? Опа. На-ка. Вышел он мне здесь. Понятно, друзья мои. Нам, значит, нужно... А это, подожди, что такое? Какая-то просто преграда, которая мешает нам, да? Вылез. Грусть он мне кинул, а? Да ну! Так, уровень получил. У! Так, давай, наверное, мы с тобой откроем сундук, потому что нам нужны карты. Так, беру мечи. И, наверное, волю. Кстати, я... Я в сумку-то не посмотрел, что у меня вообще есть. Ой, воли у меня пока хватает. Не хватает мне... Ой, сколько стрел. Не хватает мне мечей. У меня их практически не осталось. Я могу уйти отсюда. Но мне нужен этот... Сундучок с сокровищами. Давайте, друзья мои, наверное, заберем его. Ух ты, что это я получил? Я... Я что-то новенькое получил. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Разбивает щиты и броню всех врагов, а также оглушает стрелков. Вау! Это круто. Так, берем мечи, значит, с вами и кинжалы. Я думаю, что надо сматываться. Здесь ничего... Ничего больше нам не выгорит. Так. А вон там, кстати, гигант, да, стоит наверху? Так, какие-то подозрительные коты, как будто призраки. В этого призрачного кота невозможно нормально прицелиться. Придется искать другой способ достать его. В плане. Ты хочешь сказать, что ей пламя его не возьмет? А-а-а-а... Он вообще неуязвим, что ли, а так? Ть, а как... А это кто такой? Молния этого демона на ход помещает мне... А, помешает мне использовать магические силы. Да господи, что же вы издеваетесь надо мной все. Странно, сейчас я его подбил. Непонятно, как это немножко работает. Ладно, заберем с вами топор и магию огня. Также заберу осколки. И вот этот сундук. Ммм... Набор карт. Я возьму, наверное... Слушай, давай-ка, наверное, мы возьмем с вами кнут. Потому что я еще не брал. И огонь. Так, ну этого я разберу. Этого... Погоди-ка, а они так будут дальше двигаться, двигаться, двигаться? Камень тоже нужно убрать? Камень тоже нужно убрать тогда? Ладно, давай попробуем так сделать. Теперь так. Ой-ёй-ёй. Нужно еще раз бомбить. Слушай, слишком жирно получается. Ой-ёй-ёй. Началось. Если я пламя выпущу, у этих броня. Вот так. Секунду, секунду, друзья мои. Попробуем. Я только броню скинул с них, да? Тихо, тихо, тихо. Выносливость, выносливость. Мне нужно, точнее, это как, не выносливость. Волю, волю с вами применили. Так, этот у нас с бомбочкой там ползет сейчас, да? Я в красоте. Ну? Ага. Посмотрите, что происходит, друзья мои. Так, воспоминания. Хватит уже играть, Айрис. Мы же в ресторане. Не хочешь рассказать мне, как прошел день? Это дочка с отцом. Были в ресторане сейчас только что. Как мне быть дальше? Как мне быть дальше? Кто мне подскажет, да, друзья мои? Если я этого притяну, он подорвет с бомбой, да? У меня нету лука. Где? Где же у меня все? Где мои все стрелы, а? В конце концов. Эу. Так, что такое? Разбивает щиты и броню всех врагов, а также оглушает стрелков. Он в броне. Он в броне, но у меня есть два раза атаки. Ой, опять этот чувак с бомбой сейчас подойдет ко мне. Мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Вот так. Отлично. Хорошо получилось. И вот этого как-то бомбануть нам еще? Эта карта лишает меня пять очков воли. Блин. Пять очков воли она меня лишает, эта карта. Ладно. Просто выносливости нету, друзья мои. Очень плохо все. Так, урон в три единицы больше снижается на один. А, то есть получается вместо трех единиц я получаю две единицы урона, да? Когда я использую свой кнут, я краду карту. Эта способность не действует на врагов в первом ряду. В начале хода я получаю одну очку воли за каждым мечом в своей руке. Сейчас бомбанет, да? Или не успеет? Нет, он не успеет. Да, бомба тут сработала. Так, тут что у нас? Смотрите, друзья мои, по-моему, что-то лежит, что-то лежит. Сундучок, отлично. Отлично. Я, конечно же, хочу глянуть, что в нем. Топоры. Топоры возьмем. Ну и все, можно отсюда убегать. Блин, мне хоть каплю эту тратить так не хочу, друзья мои. Ну, просто жесть какая-то. Так, мы с вами еще выше поднялись. Ой-ой-ой, это что за кобры? Ой, совсем мне это все не нравится. Так, почитаем. Это гидра. Голову в первых двух рядах могут атаковать. Мой гром при этом поразит лишь одну. Голову в первых двух рядах могут атаковать. То есть, задней нет, да? О-хо-хо-хо-хо-хо. То есть, что, 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 что? Тихо. То есть, мне нужно еще сделать, да? Что она делает? Оглушает стрелков. И, наверное, она так вот делает. У меня здоровье совсем, совсем плохо, друзья мои. Со здоровьем. Совсем плохо. А-а-а-а, ты прикинь. А как, а как тут? Ну, друзья мои, вы поняли. До сюда я не доходил, поэтому я не знал, что здесь есть такой противник. Но мы с вами для следующей игры открыли вот такие вот карты. 141 звезду я нашел, ты представляешь? А первый раз, когда я играл, 39 всего было. Короче, вы нашли нового воображаемого друга. Теперь вы должны выполнить его испытание. Добраться до седьмого уровня. Так. Вы открыли новую магическую силу. Вы сможете применить ее в следующей игре. То есть, если мы с вами сейчас начнем опять играть, вот это все у меня будет уже на руках. Так. Вы выиграли 6 карт бомба. Для следующей игры вы можете обменять эту награду на другую случайную. Вау. Вы нашли нового воображаемого друга. Теперь вы должны выполнить его испытание. Добраться до восьмого уровня, не используя воспоминаний. Уберите очки воспоминаний в стартовом меню. Вот так вот, друзья мои. То есть, вы понимаете. Ой, всего лишь 32%. Это 20% у меня было в первый раз. А сейчас только лишь 12% я продвинулся. Ну, в общем, ребята. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на эту игру. Мне, в принципе, она тоже понравилась. Но сложновато. И играть надо в нее каждый раз с новыми, улучшенными картами, навыками. Только тогда у тебя будет какой-то прогресс в дальнейшем. Ну, а на этом все, друзья мои. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok